Сейчас покупать больше или меньше стали? Меньше, конечно. Меньше. А с чем это связано, вот так вы думаете? Ну, я думаю, наверное, денег у людей нет просто и все. Ну, хватит ныть, причитать про бедных. Россияне живут неплохо. Посмотри, какие машины ездят по дорогам, иномарки, дорогущие стоимостью миллионы. Посмотри, в какие шубы одеваются женщины. Посмотри, все рестораны переполнены по выходным. Явно получше, чем во многих азиатских странах. Прекратите мусолить тему бедноты в своих видео. Такие комментарии я часто вижу под своими видео. Но достаточно выйти на улицу и посмотреть повнимательнее. Розовые очки спадут и увидишь реальную картину. Увидишь пенсионеров, которые на рынке мнутся за 500 рублей. Стоит ли покупать лишние продукты или не стоит? Или лучше поэкономить, оставить на лекарства? Ты внимательнее почитаешь комментарии, где здоровые мужики, закредитованные, по самые не хочу, пишут, что живут от зарплаты до зарплаты и у них нет никаких сбережений. Ты увидишь комментарии, что людям страшно потерять работу, потому что они не протянут и нескольких недель. У них нет никаких денег. И хочется разобраться, а реальная ситуация в стране какая? Все-таки это благополучная, обеспеченная страна, где люди живут в достатке. Или это бедная страна, чье место в рейтинге беднейших стран внизу наряду с африканскими странами. О чем говорят цифры? 27% россиян не имеют никаких сбережений. И если они лишатся работы, они не протянут даже 1-2 месяцев. Как это возможно при заявленной на бумаге средней зарплате по стране в 60-70, а где-то и выше тысяч? Непонятно. Если у работающего человека достойная зарплата, то ему должно хватать и на еду, одеться, помыться, съездить, отдохнуть и на то, чтобы отложить. Где же произошел этот сбой, если при высокой зарплате у человека не остается ничего, и он считает копейки от зарплаты до зарплаты? Страна только тогда живет в достатке, когда реальные доходы населения и бизнеса поспевают за растущими ценами и за инфляцией. Поспевают ли за инфляцией, за растущими ценами, за растущими тарифами доходы и пенсии россиян? Посмотрите на графики, какая была пенсия в России еще 10, 11, 12 лет назад. В 2012-13 году пенсия была 9 тысяч рублей. В долларовом эквиваленте, а тогда доллар стоил 32-33 рубля, россияне получали пенсию 290-300 долларов и выше. Начиная с 2014 года, после известных событий, курс доллара неуклонно рос, а вместе с ним ухудшалось и качество жизни, реальные доходы населения снижались. На конец 2023 года, курс доллара плюс-минус 90 рублей. При средней пенсии 15, 16, 18 тысяч рублей в месяц. И при курсе доллара 90 рублей, средняя пенсия россиян в долларовом эквиваленте всего лишь 200 долларов. У кого-то больше, у кого-то меньше, но в среднем 200 долларов. А это на 100 долларов меньше, чем 10 лет назад. Это то, как качественно изменилась жизнь пенсионеров. 200 долларов и 300 долларов в месяц. Это 50% разница. Кто-то скажет, а зачем привязывать пенсии к доллару? Ведь гречку, тушенку, яйца старики покупают на рубли. Конечно же, но только гречка, тушенка и яйца за это время подорожали в два раза. Продукты, тарифы ЖКХ подорожали в том числе из-за обесценивания рубля. Обесценивание во многом искусственного, потому что дешевый рубль для сырьевой экономики гораздо выгоднее, чем дорогой. Доллар по 90 для России и для налогоблажения выгоднее, чем доллар по 32. Упала стоимость рубля. Он немножко обесценился. На треть. На 30%. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил один доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Из чего вы взяли, что пенсионерам без разницы, сколько стоит доллар. Пенсионеры тоже иногда хотят съездить на отдых, купить туристическую путевку. И когда у тебя пенсия 200 долларов, ты на путевку стоимостью в 1000 долларов будешь копить 5 месяцев. Ну если не есть, не пить, не платить за ЖКХ. А если у тебя пенсия 300 долларов, то на путевку пенсионер будет копить только 3,5 месяца. Из этой логики, из этой арифметики следует, что качество жизни пенсионеров, несмотря на регулярное, ежегодное повышение пенсии, за 10 лет только ухудшилось. Пенсионеры не стали богаче. Несмотря на то, что в абсолютных цифрах, в рублях, их пенсия выросла в 2 раза, их доходы все эти годы не поспевали за реальной инфляцией и за реальным подорожанием всего вокруг. В работающем классе образовалась пропасть между теми, кто работает на государство и всеми остальными. Частным сектором, которые брошены на произвол судьбы, крутитесь как хотите. Силовики, полиция, спецслужбы, судьи, бюджетники, врачи и даже учителя находятся под опекой государства и об их финансовом обеспечении, благосостоянии государство хоть как-то заботится. Устроился в госсектор, на государственном предприятии, устроился в органы власти, это все равно, что поймал бога за бороду. Потому что свои 30, 40, 70 и 100 тысяч ты все равно получишь. А кто считает реальные доходы у тех, кто работает в реальном секторе экономики? На дядю, кто получает зарплату в конвертах. Эту информацию никто не считает, не знает. И выводит красивую цифру 70-80 тысяч в среднем по стране. Страна закредитована в каждой семье по несколько кредитов. Количество персональных банкротств зашкаливает. Бюджетные деньги сейчас в стране не вкладываются эффективно в экономику. Четверть, а то и треть всего бюджета страны тратится так или иначе на военные нужды. Построить танк это не одно и то же, чтобы построить экскаватор. Построить ракету и построить электроподстанцию тоже не одно и то же. Эти деньги не вращаются в экономике. Эти деньги извлекаются из экономики и тратятся на геополитику. Центробанк при этом всеми мерами пытается сдерживать инфляцию. Повышает учетную ставку, накануне ее повысили до 16%. Расчет стоимость денег, кредитов. И вместе с ужесточением кредитно-денежной политики у людей и у предприятий все меньше оказывается денег. По независимым оценкам подорожание продуктов за последние два года составило 47-48%. Но никак не 5-6-7% в год, как утверждает Росстат. 50% инфляция за последние два года. Рост стоимости продуктов, подорожание квартир, подорожание машин. Удорожание всего, всего, кроме зарплат. Что ж такое 8 тысяч? Это он не из-за. Пенсиями будем заниматься по стране. Мы не можем сделать только в одном месте пенсию. Мы уже задали индексацию. И где она-то прямой индексацию? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Мы вообще не принимались. Просто денег нет. Значит, найдем деньги, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Это ютуб-канал Краснюс. Я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин